Понятно насчет мяса? Непонятно насчет мяса. Непонятно. Это, ну, то, что я вчера говорил, это непросто понять. И не надо пытаться это понять. То есть просто человек развивается как личность, приходит в время, и все ненужное из его жизни отваливается само. Вот это должно быть понятно. Если вы пытаетесь искусственно что-то сделать, тогда у вас могут возникнуть проблемы. Искусственно означает, что знание не зашло в сердце. Оно просто, ну, просто вы как бы на волне фанатизма пытаетесь себя похоцать как-то, покалечить. Это не работает. Вот. Понятно, если становится, то тогда человек просто отказывается. Знаете, есть три стадии отношения к чему-то. Первая стадия — я это изучаю. Вторая стадия — я об этом говорю. Вот если вы всем говорите, я бросаю, есть мясо. Это означает точно, что вы еще не дошли до третьей стадии. А третья стадия, когда человек просто у него само по себе что-то отваливается, и все, ему это ни за, ни против, ему это сто лет не надо, просто и все. Вот на вторую стадию не рекомендую менять свои, как бы, привычки, взгляды. Надо, чтобы дошло все до третьей стадии, и человек легко отказывается от ненужного в жизни. Такой принцип развития личности должен. Олег Иванович, у меня был вопрос про грибы. Что такое? Это не растение, не мясо? Ну, понимаете, есть такие вещи, я как бы, если вам сейчас все расскажу, вы вообще просто с ума сойдете. Понимаете, есть такие вещи, которые, ну, не сильно, может быть, надо и знать всем, если уж касается грибов. Понимаете, грибы — это сопрофиты, это между растением и животным. То есть это вот только самое начало пробуждения. Вот глубокий сон — это чисто вот растения классические, там, деревья, ромашки, это глубокий сон. А есть такие растения, они как бы, ну, вы даже видите, что грибы, они на растения-то не похожи особо, они какие-то другие. Вот. И вот эти есть особый такой вид жизни, когда живое существо уже просыпается из растительной формы жизни, и в этот момент пробуждения, оно становится очень агрессивной, понимаете? Потому что есть такой закон, что более развитое живое существо поедает менее развитое. И поэтому грибы, они по своей природе такие агрессоры, то есть они паразитируют на всем, с чем соприкасаются. То есть их цель — это высасывать жизненную силу, жизнь из чего-то. Если уж говорить человека, то здесь этот закон не меняется. То есть если человек увлекается грибами, то значит, у него кандида появится в организме. Понимаете, там как? Один гриб помогает другому. Принцип такой. Один портит иммунитет, второй селится. Ну то есть поэтому по этой причине в древней культуре не советовалось съесть грибы. Они белковая классная пища, все хорошо, но они просто, ну как бы, портят жизнь тем, что они агрессивную природу имеют такую, как бы, их природа — это высасывать жизнь у других. Еще говорят, вот дрожжевой. Да, ну дрожжи, ну понюхайте вот эти дрожжи. Они сладкий вкус имеют. Вы знаете, вы походите по квартире, нюхайте дрожжи и нюхайте, как бы, место, в котором вы находитесь. Если вы зайдете в одну комнатку незнакомого архитектора, понюхайте там и почувствуйте, что запах дрожжей точно такой же, как там. Поняли, о чем я говорю? Нет? Нет? Ну я не хочу, как бы, сейчас конкретно говорить, чем они пахнут. Это вызовет неприязнь, много людей сидит. И в соответствии с этим запахом можно понять их природу. То есть ясно, что они не пахнут, а воняют вообще. И люди заквашивают дрожжами хлеб по той причине, что это тоже грибы, дрожжи. Они заквашивают хлеб этим продуктом, потому что не знают, как это делать по-другому. На самом деле, точно так же легко поднимается хлеб, если делать закваску из просто кисломолочной, как там, допустим, смешивать соду с кефиром. Там есть много, куча рецептов поднятия хлеба, великолепный вкус получается. Вот этот вот горький такой, противный вкус, к которому мы привыкли, дрожжевого хлеба, он уходит, и хлеб становится, знаете, легким, таким вкусным, приятным. Кто из вас печет не дрожжевой хлеб? Поднимите руки. Вот кто-то из вас завтра принесите пару булок недрожжевого хлеба и прямо дома разорвите его или разрежьте на мелкие кусочки. Я просто, кто захочет попробовать, я буду раздавать, люди будут пробовать. Хорошо? После лекции. Кто хочет так сделать, поднимите. Ну вот, кто принесет мне, я буду раздавать, только чтобы он у вас хорошо получился, поднялся. Вот. И люди попробуют, увидят, что бездрожжевой хлеб тысячу раз вкуснее, чем просто обычный. Ну, просто несравнимо вкуснее и полезнее. Но это, понимаете, с каждым новым вопросом стандарты жизни повышаются, и жить становится тяжелее, соответственно. Если нет, бездрожжевой, ну, ешьте дрожжевой. То есть, я бываю так, что у меня нет возможности бездрожжевой хлеб есть, я ем дрожжевой. Вот. Во всех сетях, в городе, в принципе, продается? Есть, продается, да? Можно купить везде, да? Продается. Ну, покупайте, лучше бездрожжевой тогда есть. Хорошо, дальше вопросы какие? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам очень благодарна... Где, 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 где? Здесь. А, все. Ага. Спряталась как мышка, пожалуйста. Я вам очень благодарна за ваше служение, за ваши лекции. Вот. Это очень положительно влияет на нашу семью. Вот. У меня вопрос такой. Я работаю дизайнером, и у меня есть кистин-заказчик, и он сейчас, ну, как бы стал очень много открывать, ну, сейчас, как бы, в тренде, ну, пивные заведения, так скажем. И вот меня каждый раз, короче, ну, как-то внутри немножко коробят, в плане того, что, насколько это экологично... Вы рекламу делаете? Рекламу. Делаете интерьеры для таких заведений. Интерьер для пивных заведений? Да. Благостный интерьер для пивных заведений. Я как-то стараюсь, Сестрич, ну, чтобы сделать красиво, гармонично, а вот в плане все равно, что это вот какое-то... Ну, делайте, если нечего больше делать. Если бы вы рекламировали их, тогда другое дело. А если вы просто, ну, там, как бы делаете красиво, ну, делайте. Ну, им же тоже надо счастье этим людям, которые выпивают вот какое-то. Пусть будут счастливы хотя бы в этом интерьере. Спасибо. Ну, не вижу проблем. Выбирать, если есть выбор, лучше, конечно, делать интерьер не пивным заведением. Но если делать больше у него нет возможности, деньги зарабатывать, ну, сделайте этот интерьер. Может быть, по вашей милости он потом перестанет быть этим пивным заведением и станет чем-то другим, это здание. Лучше, конечно, заниматься деятельностью, которая никак не связана с продажей спиртного. Но не всегда это возможно. Расскажу вам один случай. У нас лекция во сколько? В шесть должна начаться? Уже 20 минут седьмого. Наверное, вопросы закончим. Давайте я больше сейчас буду говорить по той теме, она объемная, которую мы должны изучать с вами. Мы вчера говорили с вами о том, что если человек не вырвался из определенного слоя жизни, говорить о своем предназначении бессмысленно, потому что люди в невежестве никогда не поймут свое предназначение, потому что предназначение — это деятельность разума, а разум очищается только в благости. Когда человек находится в страсти глубокой, он не сможет действовать по своему предназначению и работать с любовью, потому что он будет мотивирован только количеством денег. А есть два варианта мотивации для людей вообще в целом в плане их деятельности. Одна мотивация — это деньги. Эта мотивация не развивает человека, она просто заставляет его тяжело трудиться и бежать за этими деньгами. И вторая мотивация — это любовь к труду или радость, которую человек испытывает от деятельности. Именно радость, когда человек испытывает от деятельности, и особенно когда ему нравится, что людям это нравится, то, что он делает, это и есть его природа. Когда человек это ярко чувствует, это значит, что он нашел свою природу, он делает то, что нужно. Как есть песенка «Лили-лили, лили воду в Риши», то вот-вот-вот-вот-вот тебе и страсти, лучше делать хорошо, лучше делать хорошо, что-то, что-то, что-то делать, мастер. Ну то есть часто человек делает не то, что приносит счастье, потому что когда человек с любовью что-то делает, это предмет, который создается с любовью. Он дарит людям благо. Есть такое понятие «талисман». Талисман — это то, что несет в себе любовь и защиту духовную. Ну то есть талисман отличается от просто предмета, сделанного с любовью, тем, что он еще побывал в атмосфере молитвы. Но даже если просто какой-то предмет сделан с любовью, он всегда приносит счастье и удачу. Он действует как талисман. Поэтому лучше квартиру заполнять ручной работой мебели, допустим. Пусть это дороже, а зато это будет приносить счастье. А может быть, если вы немножко потрудитесь, можете, вы найдете таких мастеров, которые по той же цене вам сделают, что и в магазине, сделают только своими руками. Представляете, какое счастье вы будете испытывать от этой мебели. И так далее. То есть когда человек что-то делает с любовью, даже пусть ту же самую машину на заводе, то это всегда приносит счастье, защиту. Потому что любовь всегда связана с Богом. Она, это божественная энергия. Но человек в невежестве, он не может даже работать ради денег. Он работает там, где можно легко зарабатывать деньги, где можно обмануть других и воспользоваться их глупостью для того, чтобы получить деньги. Это прерогатива работать ради денег, трудиться тяжело ради денег, честно трудиться. Это прерогатива людей, которые находятся в страсти. Люди в благости ставят счастье выше денег. И поэтому они как бы решают, что они должны действовать с любовью, трудиться там, где больше любви. Но всегда это означает меньше денег. Чаще всего. Чаще всего. Потом, конечно же, когда человек с любовью трудится, он уже иди-то зарабатывает нормально со временем, когда стараются хорошими специалистами. Тема важная. И следует ее понять. Следует знать, что для того, чтобы с любовью трудиться, нужно развиться как личность. Потому что некоторые люди думают, почему у меня нет любимой работы. Причина заключается в том, что ты сам всегда выбираешь деньги, а не любимую работу. Ты, в принципе, может быть, и уже и знаешь, чем бы ты занялся с удовольствием. Но там будут платить всегда меньше. В этом и заключается закон. И этот закон нельзя перепрыгнуть, особенно тем людям, которые не развились. Часто человек думает, о, Олег Геннадьевич сказал, надо работать там, где тебе нравится. Ну, неважно, есть там деньги или нет. Но если человек вообще не развит, и он, в принципе, чувствует, где ему работать с удовольствием, то он может просто проголодь жить. Ну, то есть, нужна еще милость судьбы. Если человек раньше времени перепрыгивает с этой идеей, что я не ради денег, а ради любви к труду живу, тогда может так случиться, что взводит жена, дети там, и... Ну, то есть, ему просто не будет хватать элементарно на жизнь этому человеку. Поэтому в этом тоже, как бы, есть важный аспект судьбы, что если ты не развит как личность, то лучше зарабатывать себе деньги там, где ты можешь зарабатывать. Ну, допустим, я могу привести пример из своей жизни. То есть, я из бедной семьи, и я своими силами поступил в институт по конкурсу просто, без связи, медицинский институт. И когда я учился на первых курсах особенно, то я просто выживал, там стипендии, естественно, не хватало, она была очень маленькая. И я работал то сторожем, то дворником, то даже ухаживал за пациентами, там как нянечка, там сам инструктор называется, а сам, как это, санитар. Вот. То есть, я просто выполнял такую грязную и тяжелую работу для того, чтобы выжить. Но у меня всегда в сердце был такой вопрос к себе. «Правильно ли я делаю, что я вот подметаю полы?» И в сердце всегда был отклик «правильно». Ты же как бы должен жить, должен иметь хлеб, должен иметь пищу. Поэтому надо работать. А работает человек там, где он может. То есть, я был не развитый человек, поэтому я работал там, где мог. И это меня развивало, потому что, чтобы работать дворником, я должен был рано утром вставать. Я должен был честно подметать этот асфальт. Вот. Потому что, если бы я нечестно подметал, меня просто выгнали с этой работы. И так далее. То есть, приходилось зимой там лед колоть, совершать аскезы. И это развивало меня как личность. Я становился более волевым, сильным. То же самое, забота о пациентах развила меня как личность тоже. И сторожем, когда я был, тоже, как бы, мне приходилось аскезы совершать. Как бы ночью быть бдительным, чтобы не было каких-то проблем. Вставать несколько раз, ночью проверять, все ли нормально и так далее. Но потом, когда я чуть-чуть развился, я начал заниматься уже тем, что читать лекции потихоньку, давать консультации людям. И долгое время это дело просто люди жертвовали сколько хотели и когда хотели. То есть, я никогда не думал о деньгах в это время. Но все равно уже начинал охватать денег в результате того, что эта деятельность травилась, я в ней хорошо развивался. Примерно такой путь у человека. Ну, то есть, если человек, допустим, не знает, чем ему заниматься вообще, он не понимает, чем ему заниматься, то это значит, что его разум не находится еще даже в страсти. Потому что, когда разум приходит в страсть, то человек, по крайней мере, чувствует, где будут деньги и этим занимается. И это тоже хорошо, это нормально. Параллельно нужно развивать себя как Личность, и человек начинает потом делать то, что ему нравится. И он как бы развивается достаточно, чтобы даже в этой деятельности были средства, достаточно жизни. Но все равно будет меньше, чем просто, когда человек на деньги настроен, на эту волну. Таким образом, люди в невежестве просто не знают, чем заниматься, и они имеют очень большие мечты обычно. Они думают, что вот мне подходит только такая деятельность, в которой много денег, а просто пахать я не буду. И поэтому такие люди вообще не работают и просто слоняются. Часто мужчины живут за счет своих жен в результате. Это значит, разум находится в невежестве. Вот, когда мужчина переходит, разум мужчины переходит в страсть, он немножко развивается. У него есть чутье, где можно подзаработать. И он работает ради денег. Это вторая стадия развития мужчины, по крайней мере. И третья стадия развития мужчины, это когда он уже развился достаточно, его разум достаточно чистый, он чувствует, чем ему надо в жизни заниматься. И тогда происходит переход. Смотрите, как происходит, дальше меняется жизнь. Если говорить о невежественном разуме, то переход очень простой. Человек просто должен идти и работать там, где люди чувствуют, что он нужен. Сто процентов это не будет ни хорошая зарплата, ни приятная работа. Часто молодые люди говорят, Олег Геннадь, чем мне заняться? Вот если вы такой мне вопрос задаете, значит просто идите и делайте то, что от вас люди ждут. Ну, то есть другими словами, где-то вы нужны, где-то вы востребованы. И там, где вы востребованы, то и делайте. Именно эта деятельность и будет очищать вас разум, и он станется чище. Именно для этой деятельности, для очищения разума вам и надо совершать эту деятельность. И при этом она не будет давать много средств, но зато вы как личность сильно разовьете. Буквально пройдет год-два, и все в жизни поменяется. Если человек честно, просто трудится там, где он нужен. Это первая стадия. На этой первой стадии тоже хорошо, но это для смелых, для смелых мужчин и парней молодых. На этой стадии хорошо пожить. Есть разные традиции, в некоторых нельзя. В некоторых традициях духовных можно просто пожить отреченной жизнью монахом или послушником какое-то время. Вот на этой первой стадии, когда человек живет в храме, служит или при храме как-то служит духовно старшим, колоссальное развитие личности происходит. Колоссальное развитие просто личности. Я знаю такие примеры, когда в Индии молодые ребята, которые вообще просто неграмотные, они не знают, как писать, читать, они в этих глухих деревнях выросли, и всю жизнь должны были просто с горбленным спиной этот рис сажать за гроши какие-то. Вот, они просто уходили в храм, какой-то, допустим, буддийский или ведический храм. В этом храме они жили, допустим, 7-8 лет, за это время они получали образование полностью, получали духовное образование, получали развитие себя как личности, то есть становились очень развитыми личностями, и потом открывали свои фирмы, уходили, допустим, с этой жизни отреченной, женились, получали хорошую семью, хорошее образование, ну, то есть там, в этом, в храме. И они, у них, ну, просто, понимаете, человек просто из нуля социального становился очень развитой личностью, просто благодаря тому, что он развивался духовно, понимаете, параллельно, естественно, там он изучал и грамматику, и это всё легко соединяется, когда человек развивается духовно. Потому что много же не надо знать, просто знать, как писать, читать, считать, и иметь очень глубокую интуицию внутри, духовное развитие человеку достаточно, чтобы в какой-то специальности развиться, ну, по крайней мере, в Индии так это. У нас, конечно, по-другому. Вот, но я просто эти примеры привожу, что когда человек вообще никак не развит, у него нет ни семьи, не знает, чем заняться, если он просто, ну, куда-то подастся, куда-то, может быть, в духовную сферу жизни, на это время, на несколько лет хотя бы, то он колоссальную помощь в своей судьбе сделает, колоссальную просто помощь. Я знаю много примеров, как люди, вся жизнь у них переворачивалась из-за того, что они в это время просто были послушниками при каком-то храме и так далее. Вот так. Но если это невозможно, то надо всё равно понять, что если мужчина один живёт, и у него нет семьи, то он должен посвятить свою жизнь обучению. Причём обучение не означает в институте там убиваться. Это тоже хорошо. Закончить институт хорошо, но не всегда именно это нужно человеку. Может быть, обучение для него означает духовное какое-то образование или нравственное образование, или просто выучить какое-то ремесло, которое ты будешь потом всю жизнь делать. В это время, когда человек не женат, мужчина, он не должен думать сильно о том, чтобы сильно зарабатывать много денег. Его цель в это время — подняться в обществе на какую-то другую платформу. Запомните, что когда человек развивается духовно, его статус в обществе автоматически поднимается, потому что статус в обществе зависит не только от связей и социального положения, которое ты получил от рождения. Статус в обществе очень сильно зависит от качества человека, его способностей, черт характера. Приведу вам такой пример. Везде очень востребованы нормальные руководители, везде очень востребованы нормальные подчиненные, везде очень востребованы нормальные секретари. Понимаете? Очень востребованы, но нормальных очень мало. Кто из вас, допустим, руководитель какого-то предприятия? И нужны? Вот вы, согласитесь со мной, нормальных людей, качеством хорошего, чтобы он нормально воспринимал тебя как личность, не ругался, не обманывал, работал нормально. Таких людей просто единицы. Согласны? Согласны? И найти очень сложно таких людей. Так вот, я вам от секрет открою. Знаете, вы просто откройте кружок нравственного развития лидера. Просто возьмите эту тему, изучите, возьмите себе кружок, откройте нравственного развития лидера. И там несколько человек начнут ходить на ваш кружок. Из них вы увидите, кто развивается лучше нравственно. Вот этот человек станет незаменимым помощником для вас. Или найдите какой-то другой способ, где найти такую сферу, в такой сфере жизни, где люди нравственно развиваются. Там эти люди и могут стать очень сильными лидерами в обществе. Понимаете? Потому что такова природа человека. У меня был такой интересный случай. Я когда в Москве жил, у меня было много таких знакомых. Ну и артистов, и популярных людей. Не хочу сейчас говорить, потому что сразу сплетни потом идут. Они мне звонят, говорят, что ты про меня там сказал. Теперь все спрашивают. Ну был один человек, он работал в министерстве, в правительстве. Он возглавлял определенный департамент, серьезный в правительстве. И мы с ним много общались на тему развития личности. И он мне рассказывал, что для меня вообще не проблема найти себе, создать себе команду. Просто когда человек заходит мне в кабинет, я просто слушаю, как он говорит. Если он на понтах, там начинает что-то там из себя делать, до свидания. Просто по поведению человека уже ясно дальше, что будет он делать, как он будет себя вести. Вот это надо изучать. Это самое главное. Человек сразу показывает себя. И никогда человек не ошибается в этом. То есть вот его внешнее поведение, черты характера уже говорят обо всем. А выучить человека с хорошими чертами характера не проблема. Если вы такого человека нашли, ну заплатите за него деньги, чтобы он получил уже какую-то квалификацию как специалист. Это проще гораздо, чем воспитать характер. Понимаете? Есть люди с пятью образованиями, а характера нормального нет. Ты хоть убей его, он все равно нормально работать не будет. Но другими словами, этот человек показывал незаурядные способности с точки зрения характера сам. Приведу простой пример. Когда ему позвонил его начальник с высших эшелонов власти, он встал, взял трубку и начал так интересно себя вести. Он отвечал, да, я вас слушаю. Я понял, это будет сделано. Не сомневайтесь. Ну то есть в его словах было очень много предания, веры, уважения, такта и искренности. Я просто удивился этому поведению. И когда я его спросил, а вы это искренне делаете, или это просто игра в подчинение? Он мне ответил, что в моем доме, когда я был маленьким, мой отец учил меня очень серьезно уважать старших. И это, ну как бы, это обучение, оно дало свои плоды. То, что я сейчас делаю, это вполне искреннее поведение мое. Я уважаю тех людей, которые мной руководят, очень искренне уважаю их. И поэтому они мне очень сильно доверяют. И также я очень хорошо вижу младших, тех людей, которые я должен взять на работу, потому что он, он этот человек был развитый. Было видно, что он точно понимает, что он делает, он точно знает, у него есть проницательность, он видит людей. Это называется качество характера, мои хорошие. Если человек развивает себе это, тогда у него нет проблем занять высокий статус в обществе, потому что его сами поднимут. Он от мастера до директора завода дойдет, потому что люди будут его хватать и кинуть за уши вверх. Понимаете, ему не надо будет сильно куда-то лезть. А по лесенке вот этой вот социальной лезут те, которые на самом деле не имеют качеств внутренних, очень серьезных. И что за качество человек должен иметь, и как они развиваются, в какую сторону, я сейчас вам объясню. Это очень важная тема. Но мы начнем сначала с вами, с того, что надо разделить между мужчиной и женщиной. А если этого разделения не сделать, тогда вообще ничего не поймешь, ничего не понятно будет. Дело в том, что в женской психике последовательность такая. У каждого человека, если он ставит перед собой высшую цель жизни, как самую главную, и молитва для него становится самым важным занятием с утра, тогда есть высшая цель жизни, есть жизненно важные цели, есть важные цели, есть второстепенные. Если человек не распределяет эти цели, жизнь его никогда не будет успешной. высшая цель жизни — это постичь святость. И это самое главное занятие, которое человек должен совершать каждый день. «Я сегодня три часа это делал с утра, я совершал свою молитву». И в это время, когда человек совершает молитву, он также пытается как бы решить вопросы своей совести. например, если он кому-то не нравится просто потому, что у него другая вера, другое понимание вещей, то это не означает, что нужно враждовать с этими людьми. Нужно также мысленно кланяться этим людям, желать им счастья, любить их, потому что именно так люди приближаются и лучше понимают веру, другую какую-то веру. Вот сегодня я этим занимался, и я чувствовал счастье от того, что как бы я соприкасаюсь с разными верами в своей деятельности. Иногда это соприкосновение имеет негативный характер, не по моей вине, а по вине тех, кто меня не понимает. Но тем не менее, даже в этом случае все равно верующие с верующими людьми лучше соприкасаться, чем неверующим, потому что они все равно тебе желают благо и хотят, чтобы ты вразумился, стал лучше. И когда я сегодня в молитве чувствовал, что кто-то желает мне, чтобы я вразумился, я был просто счастлив от этого, честно, потому что все равно у нас мы все в какой-то степени в невежестве находимся, и нам нужно просветление в сердце. Когда такая молитва совершается, ты связываешься со всеми, кто о тебе думает, духовными людьми, и это дает высочайшее благо в жизни, высочайшее счастье. Сегодня я испытал вот это счастье в гармонии с теми людьми, которые за меня молились как-то, я не знаю. Так или иначе, эта деятельность, она образовывает очень сильно сознание человека, то есть сознание человека меняется, он становится чище, возвышеннее, лучше. и эта деятельность, она также дает возможность избавляться от каких-то препятствий в жизни, потому что если у тебя есть какие-то препятствия в жизни, только молитва может их побеждать. Когда человек занимается деятельностью или живет семейной жизнью, всегда эти препятствия есть. Высшая цель, и самая главная цель, это быть ближе к святости, в буквальном смысле слова, учиться помнить о ней, думать, связывать свое сознание с ней, и пропитываться этой силой и поклоняться ей. Это человек должен делать каждый день, это самое главное в жизни. Есть несколько стихов из вет, которые объясняют это. Первый такой стих, он звучит так, что когда человек поливает корень дерева, что все ветки питаются автоматически. Если же человек мочит какую-то веточку, листья становятся влажными на какое-то время, но дерево все равно этого благо не получает. Понимаете, корень дерева в нашей жизни — это душа. Если мы поливаем душу, все наши виды деятельности автоматически освещаются силой. Это без всякого сомнения так. И есть три стадии освещения силой наших событий жизни. Первая стадия — по отношению к какому-то событию возникает спокойствие, потому что именно память соединяет нас со всем, с чем мы связаны в жизни. Первая стадия — спокойствие по поводу, как чего-то возникает. это значит, что ты уже частично победил это событие. Вторая стадия — ты можешь строить отношения с теми, кто вызывает у тебя проблемы. Ты можешь с ними общаться, разговаривать, решать что-то. Это происходит во время молитвы. Ты чувствуешь, что ты можешь влиять на ситуацию, общаться, у тебя уже появляется сила на это. И третья стадия — меняются те люди, которые создают тебе проблемы. Они меняют свои отношения, поведение и так далее. Понимаете, да? Это неизбежно происходит просто потому, что человек думает о святости. В это время не надо думать о том, кто тебе создает проблемы. Надо думать о святости, думать о молитве, думать о своей вере. А все остальное в жизни озаряется само. Это также говорится в другом стихе ведическом, когда там описываются все эти нужды, которые удовлетворяет маленький кайводец, может легко удовлетворить большой водоем. Когда человек стремится всю жизнь к высшей цели своей жизни, все остальные цели автоматически достигаются. Понимаете, да? Это есть такая притча, если ты хочешь, допустим, заработать 5 рублей, ну такой пример, создай что-то на 100 рублей, как бы вот сделай какое-то дело на 100 рублей. 5 рублей заработаешь автоматически, а 100 рублей может и не получится. Понимаете? Ну, я не знаю, какой пример привести, но, допустим, вы решили купить квартиру, да? И начинаете заниматься тем, что вы организуете покупку про квартир, то есть начинаете заниматься этой деятельностью. То есть вы людям помогаете купить квартиру, допустим, изучаете, помогаете им. И 100% в этом случае вы купите себе хорошую квартиру, потому что вы будете в этой каше вариться. Сможете ли вы кому-то помочь купить, неизвестно, но сами точно купите это 100%. Понимаете? Вот этот закон примерно так работает. Или девушка, которая хочет выйти замуж, должна создать клуб закомств. Поможет ли она кому-то выйти замуж, неизвестно, но она точно сама выйдет замуж. В этом случае женихов будет достаточно для выбора. Вот. Кстати, у нас здесь есть одна семья, уже женатые, то есть они не с этой целью, они создали нравственный клуб знакомств, то есть они принимают знакомиться только тех, кто работают над собой, развиваются нравственно. То есть там можно хорошего жениха, хорошую невесту себе найти. Это гарантия. Я просто не знаю, где эти люди. Мне сказали, что они есть. Я решил, как бы, вы, да? Ну тогда, ну встаньте. Где у вас столик какой-то будет, там поедет, что-то будет? Да, будет столик, там будет номер. Ну вот, понимаете, много одиноких людей. Вот обратитесь к ним, не стесняйтесь. Если вы в интернет там обращаетесь, там, может быть, это не очень будет хорошо. А вот если люди занимаются таким благим делом, они создают возможность людям жить вместе, обращайтесь, они вам помогут. Итак, высшая цель жизни — это главное. Если человек не питает корень дерева, вряд ли он сможет серьёзно развиться как Личность и достигнуть удовлетворения в своей деятельности. Это маловероятно. Изучайте, что такое молитва, что такое святость. Если даже у вас нет веры, всё равно изучайте это. Потому что приобретение веры, когда человек становится верующим, это определённый этап на пути самосовершенствования. На первом этапе человек просто общим знанием интересуется. Ему интересно просто развиваться как Личность. На втором этапе он уже понимает, что нужно какие-то повторения как-то развивать разум. Он начинает повторять «я желаю всем счастья» или какие-то молитвы экспериментирует, пробует. Чаще всего на этом этапе ему всё интересно, «все веры нравятся» или какие-то несколько. И потом постепенно он погружается, погружается глубже и всё-таки выбирает какое-то одно направление духовное. И даже интересно знать, что когда человек уже выбрал своё направление духовное, допустим, слушает мои лекции, наступает такой момент, когда он выбирает себе наставника, и наставник ему говорит, «Ну, если ты хочешь, чтобы я тебе наставление давал, тебе уже не надо слушать лекции, Олег Геннадьевич. Я вас благословляю не слушать мои лекции в этот момент, начать слушать того, кто вам даёт наставление». Это то, чего я хочу в жизни. Это моё счастье, если вы пойдёте дальше. Но я не могу уже дальше вас вести в этом случае, потому что это следующий этап в жизни уже. Итак, вот такой путь человек проделывает в своём развитии. Не надо прыгать, никто не может перепрыгнуть себя. Если вы чувствуете, что вам не хочется быть религиозным человеком, это нормально. Просто развивайтесь, придёт время, несомненно, вы выберите свою веру, без всякого сомнения. Без всякого сомнения. Некоторые люди думают, что можно без всякой веры развиваться, а просто развиваться самостоятельно. Это заблуждение. Некоторые люди записываются в какие-то кружки, где нет никаких священных писаний, и они думают, что там тоже духовная практика. Это тоже заблуждение. Духовная практика всегда связана с каноном, с каким-то духовным. Это все священные писания означают только одно — это духовное образование. И духовное образование — это самая сложная наука, которую очень трудно постигать. Поэтому, когда человек приходит уже к тому, что он изучает священное писание по чьим-то руководствам и, естественно, в какой-то вере, потому что люди говорят, где мне найти наставника. Сначала человек выбирает веру, а потом уже наставника. Только так. По-другому никак не получится. Понимаете, если вы хотите изучать духовную науку просто с теми людьми, которые сами что-то сочинили, и они придумали какое-то свое направление, без священных писаний, без цепи ученической преемственности, без всего, тогда это просто самообман. Вот это очень опасно. Вот туда не попадайте под такие ситуации. Итак, первое, что человек должен сделать — идти своим духовным путем. Неважно, на какой он ступень находится, есть второе. Это называется жизненно важные цели. Без них невозможно жить. Для женщины вторым является семья, для мужчины вторым является его специальность, его социальная деятельность. Запомнили разницу между женщиной и мужчиной? Другими словами, бывает так, что женщина еще не имеет семьи, но так как ей надо жить как-то, потому что в древней культуре всегда девушки, которые не замужем, жили в доме родителей, и родители содержали их. Сейчас ситуация поменялась. Часто родители не могут, у них не хватает средств содержать свою дочь. Они говорят, «Доченька, живи сама как можешь». И часто дочери уже, когда вырастают, не могут с родителями жить, потому что не хватает смирения. Или родители ведут неправильный образ жизни. И они уезжают, обделяются от своих родителей, девочки, и сами пытаются как-то помочь себе в жизни. Сами пытаются создать свою судьбу. В этом случае им приходится работать. И этим девушкам я советую следующее. Пожалуйста, в это время не углубляйтесь в то, чтобы занять какое-то очень сильное положение в обществе, зарабатывать много денег. Не углубляйтесь в это, потому что вы потеряете себя. Женщина должна углубляться в том, чтобы быть очень хороший характер, иметь вести себя очень хорошо с людьми, заботиться обо всех, иметь много подружек, иметь друзей. Ну, то есть, не друзей, имеется в виду мужчин, а просто иметь в обществе много отношений, связанных с заботой, любовью. И когда женщина так себя ведет, у нее, допустим, не слишком много на денег даже зарабатывает. Но женщина, даже если мало зарабатывает, она все равно чувствует себя комфортно, если у ней много в социуме отношений разных. Например, девушка может просто где-то ее накормить. Допустим, она приходит в гости, ее там накормили обязательно, ей много не надо покушать. Вот. Мужчине понятно, мужчина не кушает, он жрет, и в гости он не придет, скажет, накормите меня, ему надо кушать или дома, или на свои деньги. Но у женщины другая ситуация, она отдает любовь, а любовь ее кормит. То есть, ее подружки о ней заботятся, у женщин другие отношения, они более наполнены заботой и любовью. И поэтому женщина не должна сильно думать о том, чтобы у нее сильно много денег было. Она должна заботиться о своем внешнем виде, заботиться об отношениях, она должна заботиться о своем сердце. В зависимости от того, куда женская энергия идет, так она и живет. Если женщина думает постоянно о том, чтобы выучиться больше, больше получить образование, лучше работу, она беспокоится, что если у нее не будет своего жилья, где же она так будет жить тогда, эти все беспокойства означают отсутствие знания. Женщина не должна заботиться ни о том, чтобы много денег иметь, ни о том, чтобы иметь хорошую работу. Она должна каждый день молиться о том, чтобы Бог защитил ее, дал хорошего мужа. Она должна также развивать в себе хорошие качества. И если вот этот пласт своей личной жизни, она туда силы направила, и в день, допустим, 2-3 часа она посвящает личной жизни, она молитве пытается победить свою личную судьбу, заботится о родителях, прощает им, заботится, просит прощения, выполняет их наставления, общается с подружками, заботится о них, то когда женщина в этом направлении движется, то есть она в личную жизнь движется в этом случае, то она обычно на 100% находит себе хорошего мужа. Особенно, если ей найти мужа помогают еще кто-то. Женщина не должна сама знакомиться. Она должна обязательно иметь советчиц или старших каких-то людей, которые будут ей советовать. С этим не надо связаться, с этим можно. Нужно обязательно, чтобы кто-то еще подсказывал. Женщина не должна сама все себе находить и сама принимать решения. Она должна обязательно, потому что женщина имеет коллективный разум, а мужчина индивидуальный. Если женщина коллективный разум использует, она становится разумной. А если мужчина использует свой разум, он тоже становится разумным. Если мужчина кого-то все время слушает, то он не будет разумным. Он должен, может послушать кого-то, но принимать решения он должен сам. Женщина должна принимать решения вместе с кем-то. Она должна советоваться. Сейчас вам свою песенку найдете. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, а я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась колюшку на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Понимаете, то есть, когда женщина сама принимает решение, тогда на свое я горюшко получается. На свое я горюшко. Вот, и когда женщина укрепилась в личной жизни, то ее психика, она становится очень стабильной и способной дальше развиваться в социуме. Есть женские типы деятельности. Конечно, есть четыре уклада как бы разума, которые я тоже сейчас буду вам объяснять, но все равно есть женские типы деятельности. Все виды женской деятельности означают забота об обществе. Это может быть все, что угодно. Благотворительный фонд. Это может быть забота о детях, образование детей, школа. Это может быть больница и лечение, забота о людях, лечение. Это может быть приготовление пищи. Это может быть организация праздников, мероприятий. Это может быть забота о животных или забота о природе, о каких-то там озеленений города и так далее. Все, что угодно. Но когда женская деятельность связана с заботой других, женщина испытывает огромное счастье. И в этой деятельности, конечно, есть четыре слоя, которые я буду вам позже немножко рассказывать. Но если вы меня спрашиваете, у женщины есть эти четыре слоя разума? Да, у женщины есть четыре этих слоя разума. Но они проявляются в полной степени только в деятельности, связанной с заботой. Если женщина, допустим, пошла в Красную Армию, это тоже хорошо. Но там она должна быть медицинским инструктором или медсестрой. Понимаете? Она не должна там заниматься тем, что убивает других. Это не женская природа. Женская природа заботится о солдатах. То есть она даже в армии женщина может быть, но она должна там заботиться обо всех. Понимаете? Это женская природа. Конечно, бывают исключения, когда женщина погибает, ее муж, она как бы встает на праведный путь защиты Родины. Такое тоже бывает, как Мать Родина и так далее. Тогда это страшно. Когда женщина берет оружие, это страшно уже становится. Но тем не менее, считается, я знаю, в некоторых священных писаниях говорится, что если женщина кого-то убивает в праведном бою, тогда он в ад точно идет. Я не знаю точно, правда это или нет, но так или иначе. Но вот как бы вот так. Женщина вот так. Теперь мужчины. Заводить семью мужчине и не найти себя, это не очень хорошо. И гулять, и не найти себя тоже не очень хорошо. Поэтому единственный выход, если мужчина не развился как личность, он старается не гулять, не строить отношения с женщинами, старается развиваться как личность и крепнуть, вставать на ноги. Когда мужчина становится крепким и способным терпеть женские эмоции, то есть женщина обижается на него, он не злится на нее, а просто спокойно относится к этому, значит он развился как мужчина. Есть очень хорошие, два хороших признака того, что мужчина развился как мужчина. Для женщин. Первый признак. Он готов вас содержать. Второй признак. Он терпит ваши эмоции. Если одного из этих признаков нет, значит ему трудно жениться, трудно вас взять замуж, потому что он не развился. И часто мужчины тянут резину. Они говорят, ну давай подождем, мы еще не созрели. Для того, чтобы жениться, значит, что они просто не развились как мужчины. Все. За какого мужчину выходить? До 15 лет разница в возрасте, старше не проблема вообще. До 5 лет младше тоже не проблема. Больше младше уже проблема, больше старше тоже надо думать. Ну, лучше старше. И там до 15 лет не проблема. Ну, то вот так. То есть женщина должна просто найти себе развитого человека. Если он развитый, значит он принесет счастье. Неразвитый, значит, будут проблемы. Итак, движемся вперед. Первая цель, высшая цель мужчины и женщины — это святость. Постичь, что такое святость, почувствовать ее, заряжать свою батарейку от Бога. Связь иметь с Богом. Это самое главное. Это дает учить сильную устойчивость жизни и способность побеждать судьбу. Следующая стадия для женщин — личная жизнь. Не означает семья. Женщина не должна думать о семье. Она должна развивать личные отношения, которые потом перейдут в семью. Она заботится о подружках, должна о родителях, о каком угодно. И в этом заключается ее жизнь. Но при этом она параллельно подрабатывает. Если ей не на что жить, она может подрабатывать. А если есть возможность жить у родителей, и они согласны, тогда это самый лучший вариант для женщины. Но при этом там не надо расслабляться у родителей. И когда часто у женщины, у родителей, девушки становятся очень сонными, постоянно спят, ничего не делают там, это тоже опасно. Первое у мужчины — святость. Второе — труд, работа или развитие себя как личности, социальное развитие. Третья семья у мужчин. На третьем месте семья стоит. Обязательно, когда человек утвердился, он не должен гулякой быть. Я московский озорной гуляка. Да? В переулке каждая собака знает мою легкую покотку. Вот этого не надо. Этого не надо. Потому что мужчина, когда имеет уже средства на жизнь, самый легкий путь — это просто иметь много девушек и наслаждаться жизнью. Вот это и есть самая ужасная, разрушающая сила, разрушающая жизнь мужчины. Когда мужчина просто гуляет, то есть наслаждается женскими телами разными, он рушит свою судьбу. Хоть и кажется, эта жизнь сладкой. Послушайте теперь меня внимательно. Когда человек в невежестве живет, он просто ни с кого не спрашивал, сладкая у меня жизнь или не сладкая. Ему всегда кажется, что сладкая, но на самом деле она горькая. Потому что все ему об этом и говорят. Слушай, ты как скотина живешь, как свинья. Переставай так жить, стань человеком. Понимаете? То есть если люди так говорят, значит это правда. Особенно если несколько человек так сказал. Вот. Теперь люди в страсти. Люди в страсти, они как бы не могут развиться полностью, они не могут свое предназначение найти в жизни, потому что деньги рушат их жизнь. Они просто живут для денег и не могут развиться как Личность глубоко. Люди в благости — это те, которые ставят своей целью святость. Как только человек поставил, что я святость хочу ставить цель в жизни, он уже становится благостным, даже если у него не все качества благостны. Придет время, он разовьется. Это просто вопрос времени. Как, допустим, одного наставника спросили. Вот человек, который встал на этот путь святости, он уже думает о святых людях, учится молиться. Он возвышенная Личность или нет? И в ответ этот наставник показал два манго. Он говорит, вот смотри, вот зеленая манго, вот спелая. Зеленая манго — это манго или не манго? Им говорят, манго, но оно же горькое, кислое, его есть невозможно. Да, это факт. Так манго или не манго? Манго. Ну, то есть, того человека, который встал на духовный путь, он кислый, горький, с ним дела иметь невозможно, но это уже манго. Придет время, он станет сладким. Через несколько лет он станет сладким. Поэтому такого человека уже надо уважать, относиться к нему хорошо и строить на него планы. Допустим, девушка выбирает себе человека, он видит, что парень интересуется духовной практикой, развивается, но у него много плохих качеств характера. Не бойтесь, его характер через несколько лет станет в тысячу раз лучше, чем сейчас. Не бойтесь, смело выбирайте такого человека. Или другой человек имеет очень хороший характер, но не хочет заниматься духовной практикой. Тоже хорошо за него выходить замуж и сделать так, чтобы он начал заниматься духовной практикой. А если человек не имеет хорошего характера и не хочет заниматься духовной практикой, тогда уже, извините, я бы вам не советовал за такого человека замуж выходить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.